МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие именинники! До Рождества Христова, в дохристианскую эпоху, дни недели у евреев не имели названия. Только один священный день, седьмой, назывался Шаббат, покой. Потом уже приближением Рождества Христова, но ещё до этого Рождества, как раз священного и славного, благодаря тому, что еврейская культура начала соприкасаться с эллинской культурой, живших за пределами иудеи в рассеянии, у них возник ещё один день, имеющий имя. Это день перед субботой. Называли его по-гречески параскиви, что означает день приготовления. Впоследствии, когда Господь пришёл в мир, когда совершилось чудное и страшное распятие, воскресение из мёртвых, этим днём пятничным стали христиане, как бы именем его, называть детей своих. По-гречески параскиви, по-нашему параскева, параска по-украински, по-сербски петка. И в честь этого дня страданий Господних, искупительных страданий, по сути, появилось такое женское христианское имя. Мы сегодня хотим рассказать, сказать, вернее, несколько слов, потому что рассказывать не получится, очень маленькое житие о святой, которая носила это имя, Параскева. Ещё говорят в народе Параскева-пятница, но это уже будет масломасленное. Святая Параскева-сербская сегодня празднуется в Святой Церкови. Параскева родилась в XI веке в Сербии, и однажды на богослужении она услыхала слова Христова из Евангелия о том, что нужно полностью отречься от себя, отвергнуть все свои похоти, взять кресло и пойти за Господом. Эти слова пронзили её душу. Нужно подчеркнуть, что часто люди слышат в церкви то, что уже слышали неоднократно и вроде бы знают на память, и читали много раз, и думали об этом. Однако богослужение имеет такую особенную силу, оно сообщает живость всему тому, что мёртвым грузом лежит в нашей памяти. И действительно во время службы слова могут пронзить человека насквозь, как бы стать ему впервые по-настоящему понятны, внятны всей его душе. Так было, к примеру, с Антонием Великим, который на службе услыхал тот же призыв и отвергся от мира и пошёл за Господом. Так было у Филиппа Московского, так было и у Параскева. Она ушла в Заиорданскую пустыню, туда, в те суровые края, жаркие днём и холодной ночью, где подвязалась преподобная Мария Египетская. В Заиорданской пустыне Параскева провела очень много лет. И как она жила, мы не знаем. Какие подвиги, какие молитвы, какие стоны или крики её души доходили до небес. То есть мы не можем ничего подробного об этом рассказать, поскольку она утаила свою жизнь в Боге. Это свойство многих святых людей, о которых и рад бы говорить много, но не можешь, потому что фактов их жизни слишком мало нам известно. За два года до смерти преподобная Параскева от ангела получила извещение о необходимости вернуться на родину. Каждая страна украшается святыми, выросшими на её земле и освящающими её своими молитвами и пребыванием своих мощей. Параскева вернулась в Сербию. Тогда в Сербии и Болгарии были почти одно и то же. Мощи её святые лежат в городе Яссы. Люди приходят к этим мощам, поклоняются. Преподобные просят её молитв, лобызают её мощь и получают от неё помощь. И ничего толком не зная о её жизни в пустыне, мы пользуемся благодеяниями её и благодарим её за это. Говоря о Параскеве сербской, можно пожелать каждому из нас утаивать от людей то доброе, что каждый из нас неизбежно имеет в себе. Поскольку кто ищет похвалы, ищет славы человеческой, тот губит свои добрые дела. Есть такая хорошая пословица, кто хвалит, тот с ног валит. Поэтому утаим, скроем наше добро, для того, чтобы Господь, видящий тайное, воздал нам яви. Кроме носящих имя Параскевы, мы сегодня поздравляем с Днём Ангела, носящих такие имена Назарий, Гервасий, Протасий, Сильван и Николай. С Днём Ангела, дорогие менинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова